Добрый вечер, добрый вечер. В суде Даниил Бабич это Рынки. Сегодня случилось индекс NASDAQ. NASDAQ сводный пробил уровень 16 тысяч. Такой был потолок, на который NASDAQ уже набивал в ноябре себе шишки. И вот рост на 0,7%. Поначалу это случилось с сессией самого открытия. Причем все это происходило на фоне невзрачного поведения S&P 500. И индекс Dow снижался на половину процента. Но сейчас ситуация уже выровнялась и в других индексах. Отметим, что хай-тек, именно большой-большой биг-тек, чувствовал себя еще лучше. Посмотрим на NASDAQ 100. Здесь исторический максимум он обновляет регулярно, в отличие от NASDAQ, который немножко отставал. То есть сводный индекс, где больше мелких, средних компаний, чувствовал себя менее уверенно. Но 16 тысяч все-таки было пройдено. И, конечно же, здесь в основном биг-тек сыграл свою роль. Тяжелые бумаги Apple и Microsoft по 2,5 триллиона долларов. Причем Apple уже Microsoft сегодня обогнал. Его рост просто достигал 2 с небольшим процентов. Не первый день. Исторический максимум Apple стал обновлять еще вчера. И сейчас немножечко он обгоняет Microsoft. Но в сумме капитализация компаний двух. Только этих превышает 5 триллионов. Кстати, сегодня растут и другие фишки. Особенно отметим Facebook. 4% прибавляет. И пока он еще, конечно, не триллионник. Но скоро, видимо, будет. То же самое с Nvidia. Nvidia догоняет Facebook. Если Facebook уже приближается к триллиону, то Nvidia превысила 800 миллиардов долларов. Капитализация практически. Они составляют где-то 2 али-бабы. Amazon. Вот эта компания с утра самого открытия тоже в лидерах. Amazon проснулся. Он догоняет свою команду. Так сказать, двух триллионных компаний догоняет Google. Google немножечко приостановился. Рост поменьше. Amazon сегодня с утра аж 4% прибавлял. Сейчас, смотрю, рост немножко поутих. Ну, здесь, кстати, есть своя история. Понятно, что День Благодарения. Черная пятница сегодня. Все пошли в магазины. Киберпонедельник. В основном все покупают онлайн. Если мы посмотрим на инфляционную динамику онлайн, это индекс Adobe, индекс потребительских цен в интернете. Мы увидим, что впервые за несколько лет ситуация изменилась дефляционно. Если раньше интернет говорили, как это прокси на дефляцию, то сейчас тоже цены стали расти. Ну, на фоне цепочек поставок и прочих вещей. И все это, конечно, сейчас еще дополняется тем, что компании медицинского сектора растут, растут бумаги Модерны, Pfizer, BioNTech расписки растут в Нью-Йорке. Третью дозу антиковидной вакцины FDA одобрила. Ну, и двухтриллионный пакет, кстати, одобрил. Это, скорее всего, вот пока одобрили в Конгрессе, но не всегда это такая политическая вещь. И вот эти самые одобрения, они, скорее всего, мешают рынку даже подрасти, потому что, в общем, бизнес от этого получает мало. Скорее всего, больше получает бизнес окологосударственный. Структура вложения такие крайне неэффективные. Но, тем не менее, что есть, то есть не факт, что в Сенате еще это одобрят. Весь вопрос здесь встает в том, как это будет финансироваться. Ну, пока, кстати, вот по казначейским бумагам доходности падают, растут они. Посмотрим, что будет дальше. Возвращаемся к ритейл-сектору. Это сейчас самое важное. Напомню, что сейчас месяц ноябрь, самый лучший в истории среди всех 12 месяцев. Помните, такая сказка была. Вот этот месяц ноябрь, он король Уолл-стрит, его так называют. Потому что исторически после октября, который высоковолатильный, но и доходный, ноябрь более доходный, но чуть менее волатильный. Дальше наступает декабрь, это всегда продолжение ноября. Январь тоже неплох. То есть впереди сезонный, если смотреть по статистике, неплохой, неплохой у нас период намечается. Не забудем поговорку «продавай в мае, уходи». Это же не просто так. Это не каждый год бывает, но бывает чаще, чем реже. Это стоит помнить. «Продавай в мае, уходи, но не забудь вернуться в ноябре». Ну, как бы, вот это стоит учитывать, потому что народная мудрость не подводит. Акции ритейлеров по-разному себя ведут. Онлайн-ритейлеры, как правило, должны быть в плюсе, но все зависит от ситуации. Посмотрим на канадскую компанию «Shopify». Здесь максимум за максимум 4% сегодня рост. Собственно, и капитализация компаний огромная уже. И, в общем, все у нее хорошо. Другое дело, что компания из региона европейского сегодня, Farfetch, ну, кто заказывает себе модную одежду из-за рубежа, может быть, знает этот бренд, это англо-португальский бренд. Компания сегодня отчиталась плохо, всем это не понравилось, ужасно все. Минус 15% падали котировки. Сейчас снижение несколько поумерилось, но все равно все это не очень здорово. Ну, а у нас есть свой, свой пострадавший. У нас, кстати, ритейл тоже так себя вел, не очень падали X5, сейчас Озон падает в Америке. Но, правда, фикс прайс несколько лучше себя вел, падал больше всех, и падает магнит. Вот, что касается магнита, то его котировки в Лондоне пострадали даже больше, чем у нас. Здесь, ну, давайте посмотрим на котировку на московской бирже, что происходит там. И есть для этого повод. Повод очень прост. Это стало известно о том, что ВТБ, как финансово-стратегический инвестор, из магнита вышел. И это лишний раз ударило по котировкам бумаги, как бы дополнительное давление. Оказало подробности у эксперта. ВТБ был неплохим акционером все это время. И его выход из капитала в пользу марафона, который также был акционером и в пользу широкого круга розничных инвесторов, не является на самом деле чем-то плохим для компании. Здесь ВТБ преследует свои определенные цели. У него есть задачи по получению прибыли. У него есть обязательства по дивидендам, которые надо выполнять. А магнит продолжит работать точно так же, как работал и ранее. Давайте посмотрим на котировки акций Аэрофлота. Долгосрочный график. ВТБ тоже из него вышел. Зашел он туда на СПО год назад. Но, кстати, с Аэрофлотом ничего особого не случилось. А этот долгосрочный график, он живет совершенно по другим статьям, по другим причинам, если его акции падают или растут. Все зависит от авиаперевозок. То же самое у ритейлеров. Все зависит от ритейл. Марафон был с компанией точно так же уже много лет. Основатель отошел от управления компанией в тот момент, когда Марафоны ВТБ стали там доминировать. И, по сути, сейчас мы не видим никаких объективных признаков, что что-то станет хуже или там менеджмент будет заменен. Если и есть какие-то риски в отношении компании, то они все макроэкономического характера и связаны с покупательной способностью населения. Но это уже никак не соотносится с тем, что делал ВТБ или менеджмент. В общем и целом у «Магнита» те же проблемы, что и всего ритейл. Если им будут мешать, если они не смогут вот это приложить на плечи клиентов, то, по сути, их закупки подорожают за счет инфляции, а транслировать куда-то дальше на рынок они не смогут. Будет сжатие прибыльности, конечно, это нехорошо. То есть сейчас можно было бы сказать, что весь вот этот сегмент, он оценен справедливо с учетом тех рисков, которые есть, и той дивидендной доходности, которую основные игроки показывают. В завершение скажу, что индекс РТС и индекс Мосбиржи чувствуют себя не лучшим образом. На этом фоне выделяются некоторые бумаги, но отметим старт удачной Санкт-Петербургской биржи. Ну, в целом, конечно, недели в минус. А выпуск наш завершит, продолжит виртуально ведущая Сбера Елена. Добрый вечер, Данила. Рада видеть вас снова. Сегодня был не лучший день для российской валюты. Доллар преодолел отметку 73 рубля и продолжает дорожать. Евро стоит 83 рубля 16 копеек. А нефть стремительно дешевеет. Цена Brent сегодня опустилась ниже 80 долларов. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова